Здравствуйте! Сегодня с вами Марина и мы будем готовить котлеты. Для этого нам потребуется мясной фарш, головка лука, мякоть батона или белого хлеба, одно яйцо, полстакана молока, соль, перец, масло для обжарки котлет, а также кетчуп и сметана для тушения уже в соусе. Для начала мы с вами подогреем молоко. Молоко подогреем. Возьмем мякоть батона. Подрежем сразу корочку. Накрошим его в чашку. И зальем молоко. Чтобы хлеб у нас намок. Нарезаем мелко лук. Если вы фарш делали сразу же, пропускали мясо, можно его пропустить вместе с луком. Добавляем лук. Добавляем наш фарш. Добавляем одно яйцо. Добавляем соль. Добавляем перец. Размешиваем. Он весь размечился. Добавляем. Молоко даже кетчуп питалось. Добавляем однородную массу. Добавляем. Добавляем. Смешиваем. Чтобы хлеб смешался с мясом. Вот наш фарш на котлеты готов. Сейчас мы будем формировать котлетки. Мочим руки. Перед тем как лепить котлетки, мы с вами фарш должны отбить. То есть чем лучше мы его отобьем, тем лучше связка у него будет. Поэтому просто переворачиваем и месим. Более такой будет спрессованный и потом при жарке у нас при минимальном тушении не рассыпется. Вот так минут пять можно сделать. Смешиваем. Он уже более такой густой стал. Такой сбили получается. Отбили. Смешиваем. Смешиваем. Теперь смачиваем руки водой и формируем котлетки. Когда у вас руки в воде, мясо в форш не прилипает и они будут более такими. Переваливаем в муке со всех сторон. Берем ножик и делаем их толщиной примерно сантиметр. Отправляем на тарелочку. Такие делаем из всей массы. Снова формируем. Отправляем на тарелку. Отправляем на тарелку. Отправляем на тарелку. Теперь включаем режим жарки. Наливаем масло. Совсем чуть-чуть по сравнению с тем, чтобы мы налили и сжарили котлеты на обычной сковороде на плите. Отправляем на тарелку. Отправляем кастрюлю в кастрюлю. Отправляем на тарелку. Отправляем на тарелку. Отправляем с двух сторон. Буквально одну-две минуты. Переворачиваем. Отправляем на тарелку. Отправляем на тарелку. Отправляем на тарелку. Пока обжариваем вторую партию наших котлеток, поставим воду, чтобы она скипела, чтобы потом горячей водой залить наши котлеты. Потушить буквально минут 10 до полной готовности. Обжариваем. Котлеты у нас полностью обжарились. Выключаем функцию жарки. Сейчас мы с вами все котлеты опустим в нашу кастрюлю, зальем водичкой и поставим тушиться на 10 минут. После чего они будут уже готовы. Мы опустили все котлеты в мультиварку. Добавляем сюда пол чайной ложки соли. Столовую ложку сметаны. Столовую ложку кетчупа. Заливаем это все водой. Вот так вот. У нас уже все размешалось. Получилось вот так вот. И теперь выбираем функцию мультиповар. Теперь выбираем мультиповар. Делаем температуру 130 градусов. Через 10 минут наши котлеты будут готовы. Ну вот прошло 10 минут. Наши котлеты готовы. Вот так вот происходит бурнение. Умьем соус. Приятного аппетита!